ВЫСТРЕЛЫ Резко открыл дверь и бросился к автоинспекторам. Вот что двое ножами на память мне обчистили. Задержание подозреваемых в разбое. И созналось в серии обманов. Полицейские доказали, причастливая задерживая в 24-м подобном эпизоде. Как женщина лишила пенсионеров миллиона рублей. Это не только прямо сейчас. Два человека пострадали в результате серьезной аварии с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Копылова и Тецовская автобус 60-го маршрута врезался в самосвал. Автоинспекторы поспешили убрать грузовой транспорт, так как из-за аварии начала скапливаться пробка. С места происшествия репортаж Айрата Надипова. Она просто лубом стукнулась об опорочи. В результате происшествия пострадали две пассажирки автобуса. Удивительно, что при таком столкновении целым остался водитель. Удар пришелся именно на его сторону. Вот как КамАЗ стоит, чуть перед ним, он уже, считай, светофор проехал. Моргал зеленый, я думал, он проезжает, он остановился. Я стал тормозить головолёк. Я уже ступ-линию проехал, светофор проехал, зеленый моргал. Он вроде притормозил, я уже не смог реагировать. Водитель самосвала утверждает, что даже не пытался проскочить светофор. Вы редко остановились, что ли? Да никто не остановился, он стоял вообще. Я стоял. Вы никуда не ехали прости, да? Ну, он стоял. Я моргал, я встал. И сзади туда пришелся? Ну, не сразу, через несколько, несколько времени. По предварительным данным, восстановившееся транспортное средство УМАЗ совершил столкновение маршрутный автобус номер 60. Окончательная степень виновности каждого из участников ДТП будет определена по завершению административного расследования. С большой вероятностью виновникам происшествия могут признать водители автобуса из-за несоблюдения дистанции. Однако, прежде чем выносить решение, автоинспекторы намерены изучить записи с видеорегистратора и камер, установленных на перекрестке. Айрат Назипов, Азат Самигулин, Вызов 112. Не заметил светофор и стал причиной аварии. На перекрестке улиц Линская и Декабристов столкнулись с «Жигули 7-й модели» и «УАЗ». Один из водителей сразу признался, не видел ни светофора, ни встречного автомобиля. Но все же решил повернуть. С подробностями Алла Рыкова. Я даже не понял. Я только вот сюда подъехал и мне бах в колесо. А по-вашему, что стало все-таки причиной аварии? Его невнимательность. Водитель УАЗа считает, что причиной аварии стала исключительно невнимательность молодого человека за рулем «Жигулей». Рассказывает, за его большой водительский стаж это первая крупная авария. Мужчина работает водителем. Ехал по улице Линская в сторону проспекта Ямашево. Говорит, должен был забрать коллег и отвезти на работу. Однако на перекрестке с улицы Декабристов его машину протаранила «семерка». Благо, никто не пострадал. Я не заметил светофора. И машин не было. И из-за этих вот сооружений не видно было, что там машины едут. Сам же водитель «семерки» своей вины не отрицает. Однако, по его мнению, на этом участке дороги тяжело рассмотреть, едут ли машины с другой стороны перекрестка. Говорит, именно из-за больших строений вблизи дороги он просто не заметил автомобиль, что и привело к аварии. В тот момент, рассказывает, молодой человек направлялся к друзьям в гости, но не доехал. Он выехал на перекресток с проспекта Ямашево, поворачивая в сторону улицы Декабристов, врезался в буханку, которая, говорит, выезжала из-за тех самых сооружений. Отец молодого водителя «семерки» посчитал, что затраты по восстановлению автомобилей будут немаленькими. Однако, говорит, радует то, что сын не пострадал. На Кремлевской дамбе водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в отбойник, разделяющий встречные автомобильные потоки. По рассказам очевидцев, водитель, скорее всего, левыми колесами наехал на наледь и снежную кашу, неубранную с левой стороны полосы. В результате чего машину закрутила, и она несколько раз врезалась в металлическое ограждение и только потом остановилась. В происшествии им никто не пострадал. Пострадавший в столкновении «Форд Фокус» и «Большегруза» накануне в Рыбнослободском районе скончался в больнице. Он стал четвертой жертвой этой аварии. В результате погибли все, кто находился в иномарке. Напомним, накануне около 15 часов на 921-м километре трассы Москва-Уфа водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего машину на большой скорости выбросил на встречную полосу прямо в лоб едущему на тот момент грузовику. Три человека, все пассажиры иномарки скончались на месте. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии, но помочь ему медики оказались бессильны. Задержали по горячим следам. Автоинспекторы в Альметьевске оперативно раскрыли нападение на водителя такси. Мужчина обратился к сотрудникам автоинспекции и сообщил о преступлении. Что и как было дальше, знает Динара Камалова. Это было обычное дежурство. Экипаж ехал по маршруту и вдруг из встречного автомобиля выбегает мужчина. Вот что двое ножами напали, меня очистили. Где? Куда? Где? Айдя, айдя, поехали. 52-летний таксист рассказал, что два человека, угрожая ножом, похитили у него сотовый телефон, деньги и радиостанцию. Но скрыться подозреваемым не получилось. По горячим следам по подозрению в совершении преступления сотрудниками ГИБДД был задержан ранее судимый 41-летний житель города Альметьска. Позже был задержан второй подозреваемый, 27-летний молодой человек. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу Динара Камалова. Айрат Назипов, вызов 112. Созналась еще в трех преступлениях. Жительница Подмосковья, которую полицейские Татарстана задержали по подозрению в обмане пенсионеров еще в декабре минувшего года, признала вину еще в серии аналогичных преступлений. Потерпевшими оказались пожилые жители Чистополя. В общей сложности, как установили полицейские, задержанная похитила у них больше миллиона рублей. Альбина Минибаева узнала, как она обановала пожилых людей. После задержания 22-летняя уроженка Тулы полностью признала свою вину и согласилась сотрудничать с правоохранительными органами и пообещала возместить ущерб. По словам задержанной, некоторое время назад она приобрела базу абонентов одного из операторов сотовой связи и, выбрав из нее определенную группу пенсионеров, принялась их обзванивать под видом сотрудницы пенсионного фонда. Абоненты, которых выбирала женщина, не чувствовали подвоха. Об обмане они догадывались позже. Знают, что у меня сын, знают фамилию, имя, отчество, знают все. Вообще, это так информативно, это просто в личном кабинете только можно узнать. Больше нигде. И мы сразу позвонили в Сбербанк. Нет такого, как никто не звонил. И сразу сообщили в полицию. Во время разговора подозреваемая разыгрывала настоящий мини-спектакль. Использовала несколько телефонов, меняла голоса. Полицейские доказали причастность задержанной к 24 подобным эпизодам. А сумма ущерба превысила 1 миллион рублей. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество. Решением Чистопольского районного суда подозреваемые избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Айбин Менебаева, Айрат Назипов. Вызов 112. Бугульминские полицейские задержали подозреваемую в разбое. По версии полицейских, 32-летняя женщина ворвалась в магазин по продаже пластиковых окон. И с криками потребовала от менеджера организации всю выручку. Впрочем, расставаться с деньгами сотрудник заведения не спешила. К адрес места происшествия. Материали Рамиля Шайдулина. В торговое заведение разбойница ворвалась, когда на улице уже стемнело. Женщина с порога начала угрожать ножом, требуя все деньги из кассы. Впрочем, 41-летняя сотрудница магазина активно сопротивлялась. Понимая, что замысел не удался, подозреваемая скрылась. Задержать ее по горячим следам не удалось. Менеджер не запомнила внешность нападавшей. Однако момент нападения зафиксировали камерой видеонаблюдения, установленной в магазине. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска полиции Бугульмы с оперативниками управления уголовного розыска МВД по республике Татарстан вышли на 32-летнюю местную жительницу. Полицейские установили ее причастность к преступлению. 31 января женщина была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Женщина признала свою вину. Сейчас она находится под домашним арестом. Рамиль Чайдулина и Родназипов. Вызов 112. Распространял наркотики бесконтактным способом, но меры предосторожности от задержания не спасли. Полицейские в Чистополе задержали крупного наркозбытчика. У 31-летнего мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли несколько десятков свертков с запрещенными веществами. Впрочем, наркотики не единственное, что он прятал. О каких находках идет речь, расскажет Анна Граднова. Что это такое? Там внутри спайс. После задержания мужчины полицейские провели обыск как в его квартире, так и в гараже. Полицейские обнаружили 63 свертка с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, все изъятые синтетические наркотики массой 79 граммов. Раз, два, три, четыре, пять. Наркотики не единственное, что прятал от чужих глаз хозяин квартиры. Кроме зелья в его жилище полицейские обнаружили патроны к спортивно-охотничьему огнестрельному оружию. По фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и незаконного хранения боеприпасов, возбуждено уголовное дело. Во время следствия оперативники выяснили, что задержанный сбывал наркотики на территории города как минимум четыре раза. Кроме этого, они обнаружили ранее три оборудованных тайника. Сейчас полицейские выявляют поставщиков наркотиков и выясняют, откуда мужчина взял боеприпасы. Анна Граднова, Айрат Назипов, Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эйдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.